Всем добрый вечер. Я всё думал, что такое рассказать, чтобы это было про Лёшу, а не про себя, потому что я потом понял, что в любом случае про себя получится. Все воспоминания, они всё равно в наших головах, а Лёша у нас в сердце. Мы с ним познакомились, когда мы принесли демку свою, мы только начали тогда играть, группу создали, принесли демку, ну так, не особо ни на что надеясь, и Лёша нас взял и сразу же поставил нас в одной программе с Ромой ВПР. Мы, конечно, тогда поимели какой-то невероятный, ну не успеха, как сказать, а внимание публики, которая, конечно, собралась не нас совершенно. Так, граждане, внимание публики, это про вас. Пожалуйста, закройте рты, если вы не пьёте пиво в этот момент. Спасибо, Аня. Вот, и ещё я вспомнил, что однажды мы начали там ещё записывать альбом в форпосте, потому что там была студия, и я вот принёс Лёше микс этого альбома и говорю, слушай, послушай, что тут надо сделать, как вообще? Он говорит, просто делай так, чтобы все инструменты звучали максимально естественно. И вот сейчас, когда мы слушали его запись, я понял, что он имел виду, действительно, всё очень живо естественно звучит, что, в принципе, сейчас даже как-то и непривычно слушать такой звук. И ещё я хотел сказать, что вот форпосту уже нет 16 лет, я посчитал, и его до сих пор не хватает дико. И доточилось то, что было вот таким единым, и что и держалось вот с помощью Лёшиного какого-то внимания, которым он всех вот нас скреплял. И я не буду много говорить, я просто хочу сказать, что очень благодарна Лёше за его вот такое отеческое отношение, что ли, потому что пришли такие новоявленные группы, которые только собрались. И вот первые наши концерты были как раз в форпосте. Вот в этом году ушла Рикла Пухина, которая была лидером группы Жмурки. Вот. В частности, одна из групп, которая в форпосте очень часто играла. Вот. И, ну, просто было видно, что Лёша всегда, он нас видит, мы с ним лично как бы имеем связь. Это не просто ты приходишь в какой-то клуб, и там ты играешь, и на тебя смотрят, сколько ты там народу приведёшь, и всё. Нет, здесь было какое-то, всегда было какое-то общее такое вот пространство, и это, это очень во многом держалось, ну, вернее, это всё держалось на Лёше, на его отношения вообще. Вот. Ну, я начинаю заговариваться, поэтому давайте я лучше спою песню, которую я в первый раз, по-моему, там пела в форпосте как раз. Ну, песню про тех, кого мы рядом не видим, а они всё равно есть. Я один раз очень неудачно выступила с какой-то программой, и всё равно приперлась к Лёше и говорю, а можно я ещё раз с этой программой выступлю, под фонограмму? Вот. И Лёша, несмотря на неуспех того концерта, он говорит, давай, значит, делай. Ну, то есть, короче, он давал просто свободу, он давал нам возможность вообще расти как-то над собой. Спасибо. Спасибо. Спасибо.